МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала «Самары ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие задачи стоят перед российским движением детей и молодежи движения первых в городском округе Самара? Сколько проектов реализуют в Самаре движение первых? Как стать участником движения? В нашей студии Егор Гордиенко, заместитель председателя совета местного отделения движения первых городского округа Самара. И Дарья Кирсанова, специалист местного отделения движения первых городского округа Самара. Егор Олегович, Дарья Николаевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Рад вас видеть. Добрый день. Взаимно. С чего бы хотелось начать? Вот в истории России на самом деле были разные молодежные движения. Вот если посмотреть, было российское скаутское движение когда-то. И это было на самом деле серьезное, большое движение. Долгая история была у него. Затем были пионеры, комсомольцы. Я лично через это прошел. Вот что такое движение первых? Движение первых на самом деле появилось благодаря инициативе школьницы из Севастополя Диане Красовской. И, конечно же, это движение набирает сейчас огромные обороты по всей стране. И, наверное, это общегосударственное российское движение детей и молодежи, которое у нас объединяет школьников, студентов колледжей и, конечно же, университеты. И уже совсем недавно мы узнали, что к нам могут присоединиться ребята из детских садиков. Это на самом деле невероятная возможность для каждого ребенка найти себя. И, конечно же, наверное, хочется добавить, что это огромный комплекс воспитательной работы, огромное количество мероприятий для ребят и, конечно, самореализация, наверное, для них. Это в первую очередь добавлю. Это возможность, правильно, как Дарья сказала, самореализации. Потому что у школьника, у студента есть какая-то инициатива. И как раз движение первых может поспособствовать найти окружение, найти ребят, которые также увлечены, возможно, увлечены его задумкой собрать эту инициативную группу, так скажем, и реализовать проект сначала на территории своей общеобразовательной организации, города, района и области. Дарья, ну вот ты сказала, что инициатором была девушка-барышня из Севастополя. Вот она с какой инициативой тогда выступила. То есть вот она же как бы не просто сказала, давайте сделаем движение первых. Она, наверное, что-то вот решила сама лично реализовать. И вот после этого, только после... То есть в начале было как бы дело. То есть вот какое дело она начала делать? Да, в начале, наверное, была ее мечта. Она обратилась к президенту Владимиру Владимировичу Путину, что хотела бы, чтобы появилось в России у нас такое движение, которое объединит всю молодежь, школьников. То есть была такая мечта, чтобы появилась такая организация, которая объединит всех ребят. И вот благодаря мечте, наверное, и появилось это движение, эта организация, конечно же. И, наверное, как-то так. Ну, тоже можно дополнить то, что разные организации общественные на территории Российской Федерации. А движение первых — это, по сути, организация, которая объединила лучшие практики больших общественных организаций. То есть были организации, которые занимаются только школьниками, только студентами, только, например, родителями, только волонтерами. А движение первых — это масштабная организация, которая объединила лучшие практики и воплотила их в 12 направлениях деятельности движения. Вот о 12 направлениях деятельности мы сейчас поговорим, но предлагаю сейчас сделать паузу. Посмотрим сюжет и затем продолжим беседу, потому что хотелось бы, ну, скажем так, в практической плоскости все это услышать. То есть что делается вот реально на Земле? Ну, давайте сюжет посмотрим. Я хочу, чтобы вокруг меня был мир полной возможностей. Темножество событий, проектов и впечатлений. Я хочу исследовать этот мир и совершать невероятные открытия. Я хочу путешествовать и находить много новых друзей. Найти свое призвание и понять, в чем моя сила. А еще быть частью большой команды, с которой мы вместе будем создавать будущее для России. Если честно, я уже нашла мир, где все это возможно. Это мир движения первых. Итак, вот о практических делах. Почему меня на самом деле это крайне интересует? Я был пионером, я был комсомольцем. И я отлично помню, что помимо того, что мы там маршировали, галстук у меня был и так далее, мы собирали металлолом, собирали макулатуру, помогали там старшим, у нас были там подшефные инвалиды. Ну, то есть была такая достаточно серьезная, вот я сейчас вспоминаю, деятельность. И это была практически полезная деятельность. То есть мы там соревновались, кто больше соберет металлоломы или макулатуры, или приходили и мыли полы этому пожилому человеку. И это было вот понятно, это можно было потрогать руками. И вот меня, как человека, скажем так, который помнит, как это когда-то было, крайне интересует, как это выглядит в практической плоскости в движении первых. Давайте я возьму до слова. Смотрите, все это осталось. Ребята также ходят под шефные дома для животных, животными занимаются, экологией занимаются, крышечки собирают, добрые крышечки. То есть все эти проекты и акции на территории школ и вообще образовательных учреждений, они сохранились. 12 направлений, которые ранее мы упомянули, позволяют... Что это такое? 12 направлений, да. Ну, давайте прям поэтапно разберем. Добровольчество, как было, как развивалось, оно так и осталось. Наука, творчество, экология, спорт, профессиональная ориентация, профориентация школьников. Соответственно, ну, разные направления. И в рамках этих направлений есть федеральные проекты, акции, которые проходят там в ежемесячном формате. Так. Например, одна из акций, вот можем ее анонсировать, это «Мы граждане России». В рамках этой акции у школьника, который достиг 14-летнего возраста, есть возможность получить паспорт и атрибутику движения первых из рук главных лиц города, региона. За свою активность в школе, за реализацию проектов, ну, такую активную гражданскую позицию. Проектов много, это правда. Да. Например, практическая академия в ролике, который мы сейчас смотрели, можно было наблюдать. Проект направлен на студентов среднепрофессиональных образований. Ребята получили навыки, soft skills, навыки, как это говорится сейчас, и пошли конкретно делать. Кто-то пошел бабушкам, как раз, как вы говорите, мыть пол, помогать. Это полезное дело, да, пожилому человеку помочь. Помогать, там, вынести мусор, сходить в магазин. В магазин, да, все верно. Кто-то пошел в школу провести какой-то мастер-класс для школьников по своей, там, профессии. Кто-то, там, Tom Sawyer Fest, они также убирали ближайшую территорию, то есть, от мусора, возили этот мусор. Ну, то есть, прикладные, как бы, навыки они получили и пошли их реализовывать. Также у нас это был региональный этап этого проекта, и ребята из Самарского государственного колледжа поехали на всероссийский этап и заняли там первое место. Да, у нас есть уже победы, несмотря на то, что... Ну, вот 12 направлений. Вот если сейчас их перебирать все, вот начнем с экологии. Вот в рамках экологического проекта, что делали конкретно? Вот какую, скажем так, я не знаю, реку очистили, лес убрали и так далее. Вот если перебрать все тогда, вот что сделано полезного? Мне всегда это интересует, на самом деле. Ну, во-первых, экологическое направление, это... туда можно включить туристическое направление. Они связаны... Согласен. Туризм без экологии не может существовать. Согласен. И ребята, например, нашего городского совета придумали такую акцию. Ну, то есть, зимой сейчас, они уже на лето планируют, то, что будут собираться эко-тропы, так называемые. То есть, проходить по берегу Волги, где, например, понятно, что набережная у нас убирается, за ней следят. А вот влево-вправо, то есть, где водоемы нелюдные места, нужно помогать, конечно же, природе в плане сбора мусора. И вот ребята так организовали, сейчас в Совете это все инициировалось от ребят, потребность ребят в этом, то, что будут ходить по этим эко-тропам. Маршруты сейчас они продумывают. Это реальное, конкретное действие, которое будет совершаться уже летом. Отлично. Следующее направление какое? Ну, давайте волонтерчество и волонтерство и добровольчество, конечно же. Это у нас волонтерские отряды первых. На базе каждой школы были волонтерские отряды. И, конечно же, они просто зарегистрировались на сайте Движения первых и также сохранили свое название и принимают участие. Им каждый месяц приходит презентация, в которой есть определенные задания. Как раз таки убрать территорию, забрать крышечки, какие-то волонтерские проекты, про здоровый образ жизни, прийти и рассказать ребятам из младших классов. И ребята у нас выполняют задания. И по итогам первого сезона волонтерских проектов именно в области Самарский медико-технический лице у нас занял второе место в общем показатели. И отрядов действительно много. Ребята активно принимают участие, выполняют задания. Мы ждем всех, у кого еще нет волонтерских отрядов. Не поздно начинать это все действительно, потому что скоро будет второй сезон, и ребята смогут зарегистрировать свой проект. То есть в школе может быть несколько волонтерских отрядов. Самое главное, не больше 30 человек. И там за ним закреплен должен быть педагог. Любой из педагогов, который может ребятам помочь, направить и объяснить, как и что нужно будет сделать. Ну вот в продолжении, кстати, добровольчества. В том году у нас, как бы, итогом года была добровольческая акция «Я доброволец», которая приняла на минуточку 15 тысяч человек из города Самара. Да. Вовлеченность какая, охват какой. Это очень много. Это очень много. Ребятам было предложено, там было на выбор 7 акций. Кто-то мог выполнить одну акцию, привлечь, да, к добровольчеству. Кто-то там, там, популяризация добровольчества в школах была, ну, вообще в образовательных организациях. 15 тысяч человек. На территории города тоже хочу заметить, рассказать, поделиться этой информацией. Более 250 первичных отделений движения первых. Это и школы, вузы, колледжи, дополнительное образование, предприниматели у нас также входят, компания РЖД. Российские железные дороги подписали соглашение. Ну, то есть в это движение все равно притягивает. И для, например, наших партнеров, как Российские железные дороги, совместные проекты уже начали появляться. При сотрудничестве Самвупса, нашего железнодорожного вуза Самары, партнеров Российских железных дорог и движения первых. Проект по профориентации школьников. Ребята приглашают. А что вот это такое? Это важная тема, причем для меня вот она как бы, ну, наверное, как для родителей она вообще интересна. Вот что такое профориентационный проект? Потому что это важная история. Да, как раз вы сказали, что вы как родители, вам это интересно. Тоже анонсировать, хочется анонсировать то, что буквально на той неделе у нас собралось городское родительское сообщество, родные, любимые. Это родители первых активных ребят. Пришли и тоже выявили такую потребность, что малое информационное поле родители знают по профориентации. То есть в каком образовательном учреждении что проходит. И, соответственно, вот хорошая практика у нас железнодорожным университетом. Это школа юного инженера. Когда ребята приходят, и там есть, по-моему, 10 мастер-классов. В разное время это все разбивается. Они приходят в музей железнодорожного транспорта, и они в кабине машиниста, ну, прям водят поезд. И, соответственно, на базе сам ГУПСа смотрят, как студенты живут. То есть на базе Самарского университета у нас проходила школа актива городская. Там более 100 человек приняло участие. Для ребят они двухчасовая экскурсия по лабораториям, по вообще кампусу Самарского университета. Очень интересно. Ребятам очень понравилось. То есть профориентация. Есть социальные сети наши, как городского сообщества «Движение первых». Это и группа ВКонтакте, и телеграм-каналы, в которых мы это все оповещаем. Собираем информацию, ее группируем и выдаем нашим. И у нас есть школьный, детский чат, есть родительский чат. Соответственно, и родитель, и ребенок видят, куда он может пойти, в какие даты и что конкретно он может посмотреть, изучить в рамках профориентации. То есть в рамках вот прихода в образовательные учреждения. Ну, то есть, по сути, делает такая профориентация практической, то есть дают потрогать профессию руками. Да, да. Ну, конечно же, да. Тут проект в гостях у ученого, который тоже прошел у нас в прошлом году, и с этого года обязательно запустится. Это ребята могли у нас выезжать бесплатно на экскурсии. Это было и для младшего возраста. Ребята у нас выезжали в центр «Галилео». Ребята у нас выезжали и в различные вузы города Самары, выезжали на ГТРК, выезжали в огромное количество организаций, действительно. И это все было абсолютно бесплатно. Ребята с огромным удовольствием посетили их. У них были экскурсоводы и автобусы. Какие-то экскурсии у нас были пешие. И действительно, охват был огромный. Около двух тысяч ребят у нас посетили экскурсию в прошлом году. В этом году это тоже возобновится. Мы очень надеемся, что еще больше университетов присоединятся, организаций, которые готовы принять школьников, показать действительно, как у них это происходит. Может быть, это будет как раз предприятие-партнеры, где ребята могут увидеть, как происходит работа и так далее. Это тоже действительно был один из таких интересных проектов, который вызвал внимание действительно у всех ребят. Все до сих пор ждут. У нас есть такой орган, как детский совет. А что это такое? Городской детский совет. А зачем он нужен? Вот как раз для принятия важных, я считаю, решений. А кто туда входит? Как туда попасть? Какая система отбора? Сейчас мы расскажем. На базе школы создано первичное отделение. В это первичное отделение создается совет. Как правило, это активные ребята, которые принимают в жизни школы активное участие. Они выбирают своего председателя. И как раз этот председатель входит в городской совет движения первых. То есть один представитель со школы. У нас более 200 уже членов совета имеется. Соответственно, они выбирают тоже свою структуру. Это председатель. Конкретно в городе Самара это два заместителя и 12 руководителей деятельности. Соответственно, 12 направлений деятельности движения, 12 руководителей, которые внутри развивают это направление. Есть числа совета. Соответственно, это и информационная повестка. Ребята подписаны на наши социальные сети. Они создали каждое первичное отделение свою страничку ВКонтакте, движение первых. Они там публикуют. Как раз чем они занимаются? Как первичное отделение? Какие акции они внутри школы реализуют? В каких проектах они принимают участие? В каких городских, региональных? Проекты разного уровня. Соответственно, иерархия выстраивается так, что он может принять в части город, регион, там ПФО даже есть проекты и федеральный всероссийский уровень. Соответственно, и родители видят, и педагоги видят, как ребята активно себя ведут. И мы, соответственно, видим их, подсвечиваем их деятельность на городском уровне. И совет. Мы сейчас подойдем, я так думаю, к теме грантов. Да, я вот как раз жду, когда вы, после того, когда вы закончите, это отдельный такой вопрос, очень интересный. Да, это большой блок, да, интересный. И, соответственно, ребята что-то инициируют. И если это ребятам не интересно, соответственно, к сожалению, вот в грантах не удастся поучаствовать. Свою инициативу, соответственно, если это не найдется отклик. То есть должны одобрить дети. Да, то есть если совет местного отделения школьного, например, принимает, то что да, заявку, они может быть и сами эту активность придумают. И совет постановит, то что да, мы одобряем, мы хотим это реализовать, мы хотим в этом принять участие. Тогда проекту быть, он будет, ну, как бы на это. Его будут предлагать. Да. А расскажите вот поподробнее вот о вот этой истории с грантами. То есть есть возможность получить грант на какую-то деятельность. Вот как это сделать, на что можно получить и кто может получить грант? Да, смотрите, буквально с 1 февраля и по 4 марта продлится прием заявок на грантовый конкурс движения первых на платформе. Соответственно, зарегистрироваться нужно на буддвижение.рф. И, там перейти на сайт гранты первых. Кто может принять участие? Это и школы, вузы, колледжи, предприниматели, библиотеки, общественные объединения, фонды, автономные некоммерческие организации. На сайте вся есть информация, что для этого нужно. Единственное, нужно провести либо социологический какой-то опрос о том, что нужна ли эта деятельность на территории, там, города, школы, района. Ребята готовы принять участие, готовы помочь организации, реализации этого проекта. Нужно сначала вот это понять. Потом, соответственно, прописать. Проектная активность, это называется, объясню, в чем разница. Обычно гранты выделяются на решение какой-то социальной проблемы общества. В грантах движения первых это активность, то есть проектная активность. Ребят нужно вовлечь в полезную деятельность. То есть, например, пригласить какого-то спикера провести тренинг, чтобы ребята получили какие-то необходимые навыки. Например, у нас вот школа актива, мы знаем очень, мы ее провели в Самарском университете с нашими партнерами, да, и ребята потом ходили по школам и говорили, ребята, школа актива это очень здорово, потому что мы пригласили спикеров, которые мы рассказали про себя, про свою деятельность в рамках классной встречи. У нас есть такой проект. Мы провели с ними команды образования, с ребятами, то есть пообщались, они поделились опытом в нашей школе, там, какие-то проекты реализовываются, а у нас в такие проекты реализовываются. Ой, а как вы это сделали? Расскажите, поделитесь. То есть они между собой пообщались, весь город, 166 школ, то есть представители собрались и пообщались. Очень интересно. И, соответственно, такие активности, они будут, скорее всего, в приоритете для объединения городской среды в проектах. Для примера, наверное, расскажем, что в прошлом году у нас выигрывал 16 проектов в грантах первых, которые реализованы были. И были интересны. Вот школа активов, про которую Егор рассказывал. Также у нас Самарский медицинский университет провел. Про мед для ребят как раз таки. Это был профориентационный проект. Они выезжали также в лагерь на три дня. И у них была такая смена, где им рассказывали про профориентацию и, конечно же, про медицинский вуз. Этот проект вызвал огромное тоже количество эмоций. Ребята, они действительно зарядились, заинтересовались. Очень многие, конечно же, хотят поступать у нас в медицинские вузы. И, конечно же, такой грант, который у нас выиграл Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики – фиджетов-технологии. Тоже интересный. На самом деле, сейчас такая необычная виды спорта очень поддерживаются. Они выиграли хорошую сумму и проводили почти в огромном количестве школ фиджетов-турниры. То есть ребята получали мерч, получали грамоты, получали медали и участвовали в таком турнире. Они могли как приехать кому-то в школу провести или они приезжали как раз-таки в вуз. И они также проводили профориентацию, экскурсию. То есть такой комплексный проект действительно. И, наверное, какой-то еще интересный был проект, в котором я приехал. Можно подытожить то, что вузы, понятно, им интересна профориентация, чтобы вовлекать школьников. Рассказать о себе. Рассказать о себе и красиво, и ярко. Это разумно. Причем привлечь дополнительные средства. У школ мы понимаем, что у них образовательный процесс. Но как раз проектная заявка составлена так, что в принципе совет старшеклассников, совет первых, он может сам подать эту заявку. Написать проектную активность, грубо говоря. Мы хотим провести спартакиаду в школе. Для этого нам нужно. Да, есть кураторы движения первых в образовательном учреждении. То есть они могут скоординировать. Соответственно, есть мы, которые также в диалоге, на связи помогаем и продумать, и прописать. То есть это все укрупнить и чтобы было что подавать. Спартакиада. Может быть, как раз для волонтерской какой-то акции, нужно какое-то оборудование. Ну, то есть вот для этого эти проекты. И, соответственно, школа получит дополнительные ресурсы для своей деятельности. Школы и выигрывали. Вот я вспомню, 163-я школа у нас выигрывала проект «Наставники для Орлят России». Это тоже такая организация, в которой мы сотрудничаем. «Навигаторы детства». Это тоже такой проект для ребят с первого по четвертый класс. Но это как раз-таки, наверное, что-то дань уважения, памяти пионерии, действительно. Орлят России, первый, четвертый класс. Ребята принимают участие. Октября. Да, да. И это была школа для наставников, как раз-таки для ребят с 8 по 11 класс. Они сейчас являются наставниками «Орлят России». Это многие ребята из движения первых. Они проводят им какие-то игры, мероприятия, подвижные перемены. То есть действительно тоже как наставничество такое, которое у нас идет. Как принцип соавторства в нашей организации, где ребята сами придумывают проект и инициируют. И также наставничество. Сейчас вот думаем запускать еще более в интересном формате это наставничество. То есть действительно у нас появляются еще садики. И есть такой интерес, чтобы действительно ребята из колледжа были наставниками, допустим, для ребят из школ и садиков. Ребята из вузов также были наставниками, конечно же. Потому что ребята, кому больше 25 лет, они уже могут уступать наставникам. Вот я как раз хотел уточнить. Осталось время не так много. Вот два вопроса. Я их объединю. Первое. Как стать участникам движения первых. И второе. Возрастные рамки. Потому что и 25 лет, и детский садик. Ну, чтобы вот как бы зрители понимали, о чем идет речь вообще на самом деле. Итак. Смотрите. Взрастные. Это от 6 лет до 25 лет. Это вот сейчас принято на втором съезде, который проходил в Москве. У нас целая делегация, 27 человек, Самарской области ее посетила. Вот они приняли поправки. То, что раньше было от 14 до 17 вовлечения. То, что сейчас нужно это... Есть студенты, есть и помладше ребята, которых можно привлечь к деятельности. Поэтому от 6 до 25 лет. Ну, то есть от октября до комсомольцев. Все объединили. Чтобы стать участником движения, нужно зайти на сайт буддвижение.рф. Оставить свою заявку. Ну, соответственно, заполнить свои данные и подтвердить. Подтвердить можно либо распечатав заявление письменное и принести его там либо в образовательное учреждение, в первичную организацию движения первых, либо нам в город Самара. Либо можно подписать это все через госключ. Ну, в электронном виде. Никуда не ходить. Ясно. И какие у вас сейчас есть площадки? На каких ресурсах? Да, то есть где можно общаться? Что можно, так сказать, обсуждать? Телеграмм, ВКонтакт, что еще? Где что есть? Да, смотрите. Во-первых, мы находимся на Вилоновской 30. Это Стрелк Холл, молодежный такой центр, где проводят как раз и собрания, и мероприятия, где ребята приходят, свои мероприятия проводят, и родительское сообщество там же собирается, и классные встречи. Мы приглашаем интересных людей для общения с ребятами. Очень, ну, такая, на мой взгляд, интересный проект. То, что у ребят в диалоге они могут задать любой вопрос, там, депутату, например, да, и депутат может, соответственно, какие-то идеи новые подчеркнуть и как-то их реализовать. Сами ребята у нас его реализовывают, потому что он не такой сложный. Действительно, ребята приглашают нас напрямую выступить у них в школе, или сейчас мы также выступаем на родительских собраниях. То есть, действительно, на различных уровнях классные встречи проходят очень круто, и городской округ Самара в прошлом году провел больше всего классных встреч среди всех муниципальных районов 37. По области, да. Да. И телеграм-канал, наверное. Телеграм-канал, на самом деле, есть общий телеграм-канал Движение Первых Самара, очень просто, вся деятельность публикуется там. Есть чаты, в которые также мы предлагаем вступить и участникам движения, детскому сообществу, родительскому сообществу, отдельный чат, другая повестка, информация. И есть чат педагогов и наставников в школах, также приглашаем их туда. И в группе ВКонтакте у нас есть Движение Первых Самара, так оно называется, легко найти. Тоже же вся информация там. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Желаю вам удачи в вашем, на самом деле, таком очень полезном деле, потому что, ну, с молодежью должны заниматься вот такие организации, как вы, иначе может заняться ей кто-то другой, чего бы, на самом деле, не хотелось. Повторяю вас, вам спасибо большое за то, что пригласили. Увидимся еще раз. Конечно, будем ждать всех ребят в Движении Первых. Будьте первыми, действительно. И, конечно же, ждем вас на наших мероприятиях. Будьте первыми. Напоминаю, в нашей студии были Егор Гордиенко, заместитель председателя совета местного отделения Движения Первых городского округа Самара, и Дарья Кирсанова, специалист местного отделения Движения Первых городского округа Самара. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова